МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субботник? Ну это что, который человек отдыхает? Да. Узнаю. Мой папа субботник. Тот, кто работает в субботу, чтобы его накатили медалью. Тот, который на улице подлетает. А это называется водворник. Это такой праздник, когда... Это когда людей приглашают, и они убираются во дворе. Это когда все убираются на бой в порядок летом. Вот это субботник называется, когда они убираются везде. Это должно быть в субботу, этот праздник. Если это называется субботник. Ну потому что в субботу лучше все убираются, наверное. Надо убираться в магазинах за собой. Когда, например, молоко на кассе разлил, надо взять швабру и быстро протирать. Только у нас в лесу никто не ухаживает за лесом. А еще за нашими кадидорами. Их называют вандалами. Да потому что они сами помусорили, бросили, например, ласточка-конфетка. Они съели ее, бросили фантик на землю. Нужно за ними убивать. Домники убивают за ними. Тогда им надо сказать, идите к нам, да мы вас в туалете заперем. Надо просто сказать, это вы сделали, мы ничего не делали. Если они не хотят, то, пожалуйста, когда мы раскидаем, они нас будут заставлять, мы тоже не будем. Надо их заставить. Им надо ремня дать. Это сделать, чтобы они не мусорили и чтобы они убирались. Ну, сказать, чтобы больше ты не мусорил. И это только делают бомжи. Надо весь мысл всегда от них очищать. Их надо наугать. Я им дометрую и скажу ему, что я его посажу в тюрьму. Только я его неправду посажу, а он испугается и будет убирать за собой. Надо показать им пример. Ну, мой дед пошел один раз на уборку. Надо им сказать, будем бить шампун, панц, и они пойдут. И будем все убирать. И его будем бить. Можно его загипнотизировать чем-то, чтобы он пошел на субботник. Надо самим выйти и показать то, что это весело, то, что это приятно, то, что это хорошо. Я не знаю, кто его придумал. Но субботник, он, он, ну, чтобы грязи не было в городе, он делает. Надо сначала убрать все города, и тебе тогда дадут много денег. Биллиард. Во всей России, то есть, проводят субботник, дарим и свечи.